Приветствую вас. Вы знаете, вот если говорить прям совсем такими, ну, не совсем, но достаточно простыми терминами, да, достаточно простыми, достаточно простой терминологией, то в психологической литературе то, что вы описываете, называется неврозом выходного дня. Вот, то, что вы описываете. Называется неврозом выходного дня. Что это значит? Что такое невроз выходного дня? Невроз выходного дня, это когда человек не знает, чем себя занять, ну, кроме вот работы, да, то есть у него кроме работы, по сути, как бы, ну, ничего нет. Вот. И это является очень такой болезненной историей для человека. Это является очень таким болезненным моментом для человека, и всячески человек пытается избежать этого, этой пустоты. по факту, значит, ну, по факту, да, столкновение с собственной эмоциональной сферой. И эмоциональная сфера, то бишь, ваши чувства, то есть то, эмоциональная сфера, то есть то, что вы хотите, эмоциональная сфера, то есть то, что вы хотите, эмоциональная сфера, это и является основной проблемой. на мой взгляд, по крайней мере. Поэтому я предлагаю вам поисследовать, для чего вы были и по сути являетесь, с трубоголиком. И, знаете, эм, ответ, на самом деле, он ближе, чем вы думаете, лежит. Вот хотя бы, хотя бы, да, хотя бы. в сериалах, которые вы выбираете. Вот просто если, если вот просто подумать, да, а какой сериал, и почему вы выбираете. Вы выбираете. Какой сериал вы выбираете. Какие критерии у вас, эм, к примеру, выбора сериалов. Допустим. Вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ поисследовал бы вероятность. Потому что всё-таки очень такая, очень важная история, очень важный момент говорить об этом. Что касается личной жизни, то здесь, даже здесь, всё достаточно просто. А именно, вы не устроили свою личную жизнь только по той причине, достаточно простой, что вы не знаете, каково это быть женщиной. Ну, согласитесь, как требовать от вас, например, как можно требовать от вас, например, чтобы вы были женщиной, чтобы вы устраивали свою личную жизнь, если вы, например, никогда не умели быть женщиной, если вас не научили быть женщиной, если вы не знаете, как это быть женщиной вообще. Если вас, допустим, всю жизнь воспитывали в ценностях работать, 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 работать и, собственно, еще раз работать, если вас воспитывали в этих ценностях, то, извините, что... А как тогда можно требовать от вас, чтобы вы жили по-другому? Как тогда можно требовать от вас, чтобы вы жили иначе? Ведь вы не привыкли. Так, жить. Смотрите, какая штука. Ну и, соответственно, все в некоторой степени, в некоторой степени, я подчеркиваю, в некоторой степени, все достаточно здесь просто, я бы сказал. Да? То есть, просто в каком смысле слова. Просто в том смысле, что куда двигаться. Понятно, я надеюсь. А дальше уже можно будет смотреть. Как, чего, куда, зачем, почему и так далее. Вот. Я думаю, я думаю, что вот, ну, ответить вам, в принципе, ответить вам, в принципе, можно примерно таким образом. Что делать дальше? То есть, готовы ли вы, хотите ли вы что-то менять в своей жизни? Или нет? Нет. Я думаю, что это решите вы сами. Ну, самостоятельно. Я, я думаю. Я надеюсь. Вот. что, что вы решите этот момент для себя, самостоятельно. А, как бы, психолог, да? Он может вам, в этом смысле, помочь. Психолог может вам в этом смысле подсказать, в каком, в какую сторону двигаться. Да? Вот. И можно, ведь, поработать с вашими чувствами. Вот. Понимаете, такая штука. А, вот вы, значит, поставили дизлайк, да? Нескольким ответом, я бы хотел понять, почему. Значит, вам, а, что вы пишете? Много лет я была продаголиком. Почему, да? И до напряженной работы как-то не получалось застроить личную жизнь. Ну, тут вам коленка Кудвежев Игорь Леонидович сказал, что вы сбегали в работу. Я много раз пытался сменить работу, но снова шла по той же дороге. А сменить работу, чтобы что? Для чего? Вот вы говорите, я пытался сменить работу, в надежде на что-то менее напряженное. Да, но это не цель. Это не постановка цели. На прошлой неделе я ушла с работы, мне ничего не хочется, все же дома смотрю сериалы, а, ничего не хочу, никого не хочу видеть. А, что мне делать? Что мне делать, чтобы что? Да, то есть вот цель. Эксперт вам пишет, почему вы много раз пытались сменить работу? Имейте в виду, искали ненапряженную работу, чтобы была возможность построить личный вид или прикинуть к другому. Имеет смысл разобрать ваши естественные желания, учитывая особенности ситуации, поэтому будет эффективно выбрать специально для личной консультации. Непонятно, почему вы здесь поставили дизлайк, ибо человек в общем здравую мысль высказывает, что нужно поработать с вашими чувствами. Это правда. Вот. Добрый вечер, пишет вам еще один специалист, которому вы поставили дизлайк. Сначала нужно выяснить, почему ничего не хочется, что вызвало это состояние, когда было по-другому. Много вопросов. Тут тоже недавно понятно, почему вы поставили дизлайк. То есть, вы какой помощи хотите? Вы хотите, чтобы вам подсказали решение какого-то быстрого из этой ситуации? Или что? Понимаете, если вы говорите, что вы много лет, вот именно много лет, много лет были трудоголиком, что вот вдруг, вот вдруг вы трудоголиком, вдруг быть не предоставлены. Именно вдруг вы привыкли им быть. Вам это для чего-то нужно. И привычку менять. Сложно. Знаете, если бы это было легко, если бы было легко, менять привычку, то, ну, в общем-то, мне кажется, что решалось бы все гораздо, ну, гораздо проще. Вот. Поэтому, очень важный момент, очень важный момент, какой, какой, какой помощи вы хотите? Правильно? От психологов. Я надеюсь, что вы как-то вот для себя это, ну, сформулируете для себя или для нас хотя бы. Вот. И мы не будем тратить, например, ваше и, да и наше время, да, на то, чтобы давать вам ответы, которые, ну, вам вот в той или иной степени неприятны. Да, или ненужны, или неприятны. Ну, вот так вот. То есть, ну, согласитесь, хочется, хочется как-то все-таки, чтобы нам, ну, чтобы клиенту нравилось вот то, как, ну, как человек работает. Вот. Вот. Я не говорю, что, понимаете, я не говорю, что нужно принимать как бы вот все, что вам, знаете, дают. Вот. Я не хочу, не хочу это сказать. Вот. Я хочу сказать только лишь то, что, ну, что важно взаимопонимание, в общем. Вот. А его взаимопонимание пока не получится, не получается. Вот. И я хотел бы, чтобы оно было. Я хотел бы, чтобы мы говорили, ну, например, с вами на одном языке, допустим. Вот. И для этого нужно, чтобы вы сказали, что вы хотите. Для этого, ну, желательно, чтобы вы сформулировали свои цели, чтобы вы сформулировали то, что вы хотите. И тогда мы сможем помочь. На этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ помог. Если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.